основной тренд который мы представили на этом фенополисе это экономика впечатлений последнее время произошел переход от товара сырьевой экономики к услугам и впечатлениям и покупатели сейчас как готовы платить больше добавленной стоимости за эмоции и это то чем отличает один бренд от другого потому что многие продукты стали одинаковыми и мы вышли с этим решением в начале этого года приобрели в прошлом году компанию qualtrix за 8 миллиардов долларов и вывели в этом году на российский рынок эта система позволяет в режиме реального времени собирать обратную связь на всех этапах взаимодействия течение всего клиентского пути и этот нашу ноу-хаус с чем мы идем сейчас в сектор ориентированный на клиентов это прежде всего телеком банки ритейл страховые мы не то что подхваты мы их приносим мы их видим как крупнейший игрок на рынке финансового сектора с точки зрения айти прежде всего это глобальная такая кастомизация гипер персонифицированные предложения потребителю сейчас не интересно получать абы что он хочет получить здесь и сейчас и конкретно для него и если какое-то предложение банка или страховой него нерелевантно а тем более если ему там 20 25 лет он сразу идет другое место он не будет терять или ждать что-то еще что молодое поколение которое со временем все больше и больше будет экономически активно она ждет стопроцентной персонификации чтобы он получал именно то что он хочет и не тратил лишнего времени и не выходил при этом из дома вокруг эмоций сейчас строится очень многое ну там примеру чем отличается обычный кофе от старбакс те вас называют по имени да это там это персонифицировать это обращение по имени и это новые эмоции у нас есть несколько интересных проектов ну например банк discovery в южной африке когда ставка по кредитам и депозитам зависит от того сколько ты тратишь по стране всем сколько ты зарабатываешь а сколько ты платишь налогов и как вовремя ты платишь свои аренду как ты страхуешь свое имущество в разные стороны а как-то инвестируешь долгую компания анализирует своих потребить своих клиентов и предлагает соответственно подход с точки зрения финансовой устойчивости более интересной а другая сторона этой компании discovery insurance она обращает внимание как вы ездите за рулем как вы часто ходите в фитнес-центр и от этого предлагает вам более дешевые тарифы на страхование это ли не кастомизация это ли не эмоции для потребителя самый важный финтех тренд который произошел от apple pay за последние пять лет это единственно чем я могу реально ну там похвастаться или потрогать я перестал брать кошелек собой мне достаточно как бы брать просто телефон и платить везде что нельзя сказать например сша или европе попробуй найди аппараты которые принимают apple pay это в этом плане мы конечно но серьезнее продвинулись самое важное это переход по полностью безбумажное производство то есть мы верим что со временем и регулятор позволит открывать аккаунты открывать счета не приходя в офис то есть чем меньше мы времени тратим на не на на не добавление какой-то стоимости а в данном случае поход в офис ожидания в очереди бесконечные бумаги но это точно не заставляет никакого удовольствия никому и много интересных проектов в этой области когда появляются так называемые не у банки которые там как правило у них нету они новые у них нету наследуемых абс у них нету филиалов бранчей они новые из интернета появились у них есть только мобильные приложения они позволяют мне не платить за карточку не платить за снятие там или выдачу из банкоматов вот мы считаем что в этом точно большое направление но здесь нужна поддержка регулятора